При работе вы можете сталкиваться с ситуациями, когда вам нужно восстановить доступ к системе. К примеру, потерялся пароль или предыдущий админ его не предоставил. Прежде чем начнём, небольшой совет. Используйте парольные менеджеры, например, KeePassXC. У вас может быть множество серверов, различные аккаунты на сайтах и везде требуется пароль. Придумать для различных ресурсов разные пароли и потом всё это запомнить нереально. Использовать один и тот же пароль, каким бы сложным он ни был, тоже неправильно. Всегда есть риск утечки. А с парольным менеджером вы можете сгенерировать рандомные пароли для различных ресурсов. И не беспокоиться, что кто-то где-то украдёт пароль и получит доступ ко всем вашим системам. Но саму базу паролей надо бэкапить, иначе можете остаться без единого пароля. Сейчас мы займёмся сбросом пароля root пользователя. В рабочей системе без прав суперпользователям это сделать невозможно, если не принимать во внимание всякие уязвимости. Поэтому пароль надо сбрасывать ещё до того, как система запустилась. Чтобы понять, как это сделать, вспомним процесс запуска операционной системы. Мы знаем, что пароли хранятся в файле etc.shadow. Корень у нас монтируется ещё на этапе с временным корнем, initram.fs, откуда берутся необходимые для монтирования модули. Дальше у нас запускается система инициализации. Надо вклиниться в промежуток между монтированием корня и до запуска системы инициализации. Это можно сделать несколькими способами. Я сначала покажу самый простой и быстрый, на мой взгляд. Но и потом разберу самые популярные в интернете. Итак, чтобы изменить процесс запуска, надо изменить настройки загрузчика Grab. Для этого при запуске системы в меню Grab на первом пункте нажимаем E, Edit. Спустимся на строчку с параметрами ядра Linux. Здесь есть параметр RO, Read Only. Во время запуска основной корень предварительно монтируется в режиме чтения. Заменим RO на RW. Нам нужно, чтобы корень был доступен для изменений. Всё-таки мы собираемся изменить файл etc.shadow. Также добавляем опцию init равно bin bash. Таким образом, мы вместо системы инициализации запускаем bash. Тем самым предотвращаем нормальный запуск системы и сразу получаем доступ к оболочке на незапущенной системе. Наши изменения в Grab сохраняются только на текущую сессию. И после перезагрузки всё сбросится. Так что ничего страшного нет. Чтобы запуститься с новыми параметрами, нажимаем Ctrl-X. После этого нас встретит bash. Для начала я покажу все команды, чтобы было легче запомнить. А потом разберём, что и зачем. Пишем su-defis, затем load-policy, defis-i, указываем на файл. В зависимости от обновления, название последнего файла может отличаться. Просто в территории полиси нажимаете Tab, и bash дополняет нужный файл. Он там обычный единственный. После этого пишем passwd. Вводим новый пароль дважды. Затем через VirtualBox перезагружаем виртуалку. После запуска операционной системы проверим новый пароль. Всё работает. Теперь разберёмся с командами. Первое, что мы ввели, su-defis. Это нужно, чтобы прогрузилось окружение пользователя. Если проверим bash, который у нас загружается в начале, в нём только две директории в переменной pass. UserLocalBin и UserBin. Если мы напишем просто su, окружение останется. А значит в этой переменной останутся те же директории. Из темы про su мы помним, что для загрузки окружения пользователя к su надо добавлять defis. После чего в переменной pass мы увидим новые директории. Шаг с load policy нужен на системах, где стоит C-Linux. То есть на Red Hat Enterprise Linux и CentOS это нужно. А на том же Debian и Ubuntu нет. Если, конечно, вы не поставили на них C-Linux. Зачем этот шаг вообще нужен? При запуске системы у нас не прогрузился C-Linux. Как видите, C-Linux Disabled. Когда C-Linux выключен, работать с файлами не стоит, иначе контекст сбрасывается. Смена пароля, изменение файла etc.shadow. Посмотрим контекст этого файла. Сейчас контекст shadow t. Для наглядности пропустим шаг с load policy и сразу зададим пароль. После этого контекст файла пропадет. Мы говорили, что C-Linux блокирует процессом доступ к файлам, если контекст не совпадает. И в итоге, из-за потерянного контекста, при запуске система не сможет обратиться к etc.shadow, и поэтому не запустится. Но тут ничего ужасного нет, и мы можем исправить. Мы помним, что для восстановления контекста из конфига C-Linux есть утилита restore.com. Но, как видите, ничего не произошло, потому что у нас C-Linux не запущен. И вот тут нам нужна команда load policy. Она загружает политики. И вот после нее restore.com все возвращает. И чтобы не терять контекст, мы сразу после C-Linux загрузили политики. Как бы вы ни делали, просто проследите за тем, чтобы контекст файла был в порядке. Теперь попробуем разобрать популярные способы из интернета. Где-то что-то отличается по мелочам, поэтому я покажу что-то среднее. Так или иначе, везде нужно редактировать в грабе строчку Linux. Многие вместо вышеуказанных изменений пишут rd.break. Тогда у нас процесс запуска останавливается еще на initram.fs. В принципе, это полезная опция, которая позволяет решить некоторые проблемы, если не грузится корень. В initram.fs обычно утилят мало, но их может хватить на базовые операции для решения проблем. Скажем, для проверки и исправления проблем с файловой системой, LVM и тому подобное. Настоящий же корень премонтирован в директорию sysroot. И обратите внимание, что он премонтирован в режиме read-only. Поэтому мы изначально в граб меняли ro на rw. Тут же придется перемонтировать. Дальше нам необходимо перейти с временного корня на настоящий. Для этого есть утилита chroot. После чего надо залогиниться и задать новый пароль. И мы помним, что это действие сбрасывает контекст с файла etc.shadow. И для решения этой проблемы советуют создать файл в корне touch.autorelabel и перезагрузиться. При виде такого файла при запуске, CELINUX восстанавливает контекст всех файлов. Но это долгий процесс и зависит от количества файлов в системе. Правда у меня после создания файла контекст не восстановился и система отказывалась запускаться. Но если перезагрузиться и добавить в граб параметр autorelabel равно 1, контекст восстановится. Потом понадобится еще одна перезагрузка и все заново заработает. Еще вас может заинтересовать вопрос. Значит любой желающий, не зная пароль, сможет его сбросить? Насколько это безопасно? Тут два варианта. Если у человека есть доступ только к консоли виртуалки, то можно поставить пароль на граб. Тогда в меню граб при попытке редактирования будет запрашиваться пароль. Но если у человека есть физический доступ к компьютеру, то единственный способ защититься – это шифровать диски. Иначе злоумышленник просто загрузится с LiveCD. Можно, конечно, блокировать паролем загрузочное меню компьютера, но это можно обойти, вытащив диск и подключив к другому компьютеру. Подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали, как восстановить доступ к системе, если вы не знаете пароль рута или другого пользователя с правами суду. Также мы научились останавливать процесс запуска еще на этапе InitramFS, а это очень важно для решения проблем.